Слова благодарности в адрес живых свидетелей событий Великой Отечественной войны продолжают звучать на Мозорщине. В канун Дня Независимости гости стучатся в двери с табличкой «Здесь живет ветеран». С каждым годом адресов, где так искренне звучат слова благодарности и признательности, становится все меньше. Поздравляем вас с Днем Независимости нашей Республики Беларусь, 79-й годовщиной со дня освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. От имени Мозорского района исполнительного комитета, районного совета депутатов, мы вас благодарим за то мирное небо, которое сегодня у нас есть. За то, что вы большую работу проводите и с нашим подрастающим поколением, и с нашими детками. Вам только крепкого-крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия, удачи. Всего самого доброго и светлого. Елена Павличко тепло поздравляет бывшую малолетнюю узницу Анну Лаврук. Свои 96 мазырянка помнит события этих страшных лет так, будто это было вчера. Рассказывает, что к ней часто приходят школьники, а она всегда охотно принимает гостей. Главное пожелание Анны Федоровны – мирного неба для нынешнего поколения белорусов. Чтобы не слышали этого пушечного, чтобы Бог нас оградил, чтобы не допустил я день и ночь, говорю, Господи, не допусти, чтобы наши дети, чтобы наши внуки, чтобы наши правнуки не слышали этого звука, а слышали только вот такую музыку, что вы поднесли мне. Большое-большое спасибо вам. Дай Бог вам здоровья и чтобы не слышать никакого звука. Спасибо за победу и за независимую Беларусь. Сегодня говорим и мы. В эти летние дни спешат поздравить ветеранов и взрослые, и дети. Екатерина Юрченко, Юрий Горобец, телеканал «Озер».